Девчонки, всем привет! Давно я не записывала видео, все потому что, знаете, я реально плохо чувствовала, у меня давление поднялось. И вот сегодня мы приехали в санаторий для того, чтобы сделать УЗИ, сдать анализы, посмотреть, что со мной, потому что после ковида я еще не проверялась. И надеюсь, все будет хорошо. По УЗИ сказали, ну, нормально, жить буду. Я говорю, резать не будут. Вот, я уже прикалываюсь. Тут так красиво, я вам поснимаю. Так что я сейчас такая, знаете, еще не ела, с дыркой в вене. Ну и поснимаю вам, что происходит вокруг нас. Тут очень-очень красиво. Это санаторий, как называется? Санаторий Фрунзе. Вот такая тут красивая ротонда или арочка. Со мной мама, она пришла меня поддержать, потому что я, честно, я очень-очень волновалась. Ну, и когда нужно идти к врачу, мы стараемся вдвоем ходить, чтобы поддержать друг друга. Сегодня тепло, но дождик был. Тетя, тут какая красота. Люди отдыхают. Я когда оплачивала УЗИ, они там записываются на разные процедуры. Такой вот тут. Цветочков очень много. Мама. И вот такая у них набережная. Видите? Спокойно, тихо. Вчера море больше волновалось. Я тоже была на море, решила немножечко позагорать. И вот красота. Распогодилось хоть такое солнышко. Ну, а вы, девчонки, не болейте. Да, если что-то болит, то идите к врачу, потому что я вот тянула-тянула, себя накручивала. И из-за этого у меня еще там сердцем теперь, давление, все дела. За Глорию я переживала. И вот тебе на... Вообще, я не люблю жаловаться. Я хочу, чтобы на моем канале был позитив. Да, только тепло, и девочке все хорошо. Но такое в жизни тоже не бывает. Бывает разное. Слушай, тут такая фигурка. Я думала, что этот человек хочет прыгнуть. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Я думала, это реально человек. А это оказывается просто такая фигурка с животиком. Почему? Девушка вот тут купается, наверное. И люди загорают. Смотрите, какие цветочки красивые. Ну, это же моя слабость. Сейчас надо тоже папе позвонить. Сказать, что по УЗИ все нормально. На то он тоже переживает. Ну, красиво, правда? Сейчас надо найти место, где покушать. Потому что я еще ничего не ела. Ну, у меня настроение хорошее. Тоже мне сказали, что у меня все практически нормально. Но нужна консультация врача, чтобы исключить какие-то нехорошие вещи. Вот. А ты что хочешь сказать? Почему мои розочки красивые розочки? Ты рада? Я рада очень. Ты все прошу. Да, мы теперь спокойно. Ой, как тут красиво. Фитобар. Да, какие розы красивые. Необычные виды. Да. Персики. Сейчас покажу. Вот они. Смотрите, какие красивые розочки. Да, по оттенку. Вот там белое есть. Вот такие еще. Розочки-розочки. А там какой-то фитобар. Вон туда. И смотрите еще одна. Красотка. У меня руки, наверное, да, трясутся немножечко. Вот так что вот так, девчонки. Что, поедем куда-нибудь поедим? Ну, давай перепусти, наверное. Да, ты не завтракал еще. Из дерева сделана вот такая рыбка. Красивая. Вон кто-то катается. Люди пришли загорать. Ну и прекрасно. Знаешь, такая свежая, хорошая погода. Не знаю, правда, загар ляжет или нет. Ляжет, ляжет. Ляжет, да. Хочется тоже в какой-нибудь санаторий вот так вот беззаботно отдохнуть. Хотя мне грех, конечно, жаловаться на такое, да. И так беззаботно живу и прекрасно. Тут, вон, это очень красиво. Смотрите, сколько тут лежаков у них. Ухоженная такая территория. Если бы они еще красиво, да, вот тут застелили. Было бы вообще прекрасно. Пляжная зона вообще заметит самого. А у вас не так? Ну, у нас не так прямо. Вот еще есть такие качели. У них официально все. Вот, насколько я знаю, каждый кустик у них прям вот. И тут прям такая строгая пропускная система, чтобы зайти на территорию. Нам нужно было с паспортом, чтобы нас оформили в бюро пропусков. Типа, зачем вы, записаются заранее. В общем, просто так не зайдешь погулять. Ой, еще вот такая вот девушка. Интересно, интересно. Хочется ходить и разглядывать все. И люди отдыхают. Прекрасно. Ну, и как я уже сказала, мы находимся в санатории Фрунзе. Так и написано. Я люблю Фрунзе. Вдруг будут вопросом, где отдыхать по путевкам. Девчонки, я не знаю, конечно, что здесь почем. Вот так вот убирают. Тренажеры. Просто я такая довольная. Прям гора с плеч. Я уже думаю, все, меня будут резать. Я говорю, мама, я не дамся. Ну, понятное дело, что если надо было бы, то далась. Но это просто мои внутренние страхи. Я очень впечатлительная, очень эмоциональная. И из-за этого у меня еще с детства проблемы с сердцем было частое, сердцебиение. Вот. Так что вот так. Ну, а дальше там уже все, да? Зона такая. Юный натуралист нашел маки. Смотрите, какие они миленькие, красивенькие. Видите? Да, у них хоть красиво, много цветочков. У нас, кстати, тоже изменилась управляющая компания. И сейчас облагораживают территорию. У нас вот так красиво. Но сейчас смотрю, все чинят, что поломано. Вот эти грузы прям. Ой, какая красота. Пойду, понюхаю. Падает немножко, видишь? Под тяжестью. Ой, смотрите, какая красота. А что-то здесь написано? Нет, айсбек это... Это типа он? Сорт, наверное, такой, да. Да, очень красивый рост. Особенно не пахнет. Смотреть, какая красота. Особенно, когда сказали, что не все. Все так страшно. Ой, они пахнут, мам. Да. Ой. Все по-своему красивые, да, ведь? Такие вот красивые розочки. Такие молодцы, то, что высаживают. Там, где мы раньше жили, такого вообще, да, не было. Смотрите, какая красота. Ну, а там кабинеты-кабинеты. По-моему, вот оттуда мы и вышли. Ну, смола растет уже почти больше. А, да, мушмула. Скоро будут вкусные. Это же ягоды. Ну, я понимаю, но это ягоды называются или что? Мушмула. Подсказывайте, девчонки, что так у... Как красиво. Вот такая беседка красивая в розрах, видишь? Я не знаю, это что-то для тебя. Давай, сфоткаю тебя. Вот оттуда сегодня у меня взяли 4 пробирки крови. Надеюсь, анализы будут хорошие вот здесь, вот в этом корпусе. У них врач, аргиез. Очень милая, приятная девушка. Ну, она такая женщина уже, конечно. Но с виду прям девушка-девушка, красотка. Вот. Вот что вот так. Красота. И вот там вот всё. Я прям реально настолько довольна, что сейчас буду радоваться каждой травинке, каждому муравьишке. Потому что всё нормально. Илья тут меня не будут. Видите, тут ещё какая-то такая скульптура. Это что, улитка, что ли, да? Это что такое? Это, наверное, одна вива, которую я бы выкинула. Вот, наверное, я думаю, так. Если я так понимаю. Потому что я с той стороны смотрю, думаю, что за улитка. А это змея и яблоко. Понятно. Всё понятно. Она же красивая. Красивая такая. Соблазнила Еву. Яблоко вкуснее. Да. Это всё она. У них есть ещё прудик. Смотрите, там рыбки. Видно, да? Красота. Кажалка, ещё водяная лилия не зацвела. Было бы тоже очень красиво. И вот они. Смотрите, вот это какая симпатичная. Но они все красивые. Вот ещё чёрная плывёт. У них там совещание. Ладно, девчонки, не буду вам мешать. Хорошего вам дня. Девчонки, мы уже дома. Я смотрю на свои ногти. Вижу, что они очень сильно отросли. Им практически месяц. Посмотрите, как хорошо носятся гей-лак от C&D. Это оттенок Decadence. Меня не раздражала всё это время квадратная форма. Поэтому я её, наверное, и оставлю. На этой руке тоже всё хорошо. Ещё просто подправлю, обработаю кутикулу и обновлю цвет. Но, конечно же, уже на другой. И потом покажу вам распаковку очень красивой пижамы. Ну, а пока сделаю красивый себе маникюр, чтобы красивую пижаму распаковать с красивыми руками. Совсем другое дело. Теперь красиво, аккуратненько, ухоженные пальчики. Это девочки C&D. В оттенки. Вот название, чтобы не коверкать. Filed Fox, наверное, да. Смотрите, как отличается оттенок на ногтях. Он более коричневый, а здесь он более лиловый. Такой мне бы даже, наверное, больше понравился. И таким образом смотрится. Ну, красиво всё равно. Я думаю, будет отрастать не так заметно. Ну, а теперь посылка. Девочки, какой у меня сегодня потрясающий день. Сходила к врачу, обновила маникюр. А дома меня ждёт вот такая супер красивая пижама. Мне кажется, это самая красивая пижама в моём гардеробе. Вообще, я листала Инстаграм и совершенно случайно наткнулась на магазин, который называется Манелия. Там представлена одежда для девчонок плюс сайз. И первое, на что я обратила внимание, там была такая реклама, и были костюмы трикотажные. Как же они мне понравились! Но они утеплённые. В Сочи уже тепло и как-то неактуально. Я листала дальше их Инстаграм. Смотрю, какие же красивые сорочки и пижамы. Вот эта пижама, допустим, у них представлена в нескольких расцветках. И есть не только шортиками, но и со штанами. Я просто, мне комфортнее в шортах ходить. Штаны мне почему-то всегда мешают. И что мне очень понравилось, у них девочки особенные специальные лекала. За счёт чего мы, девчонки плюс сайз, можем не переживать за то, что, допустим, вот тут вот у нас складочка будет видна, живот, бока. Я вам сейчас про всё расскажу. Сам магазин находится в Великом Новгороде. Они отправляют по всей России без предоплаты через СДЭК. Вы пришли в СДЭК, да, там померили. Если понравилось, то можете выкупить. Можете заказать себе несколько размеров, да, если переживаете. Итак, что касается топа, давайте по порядку. Примерю, обязательно вам покажу. А ещё, девочки, у них такая потрясающая сорочка есть. А там на спинке так красиво всё сделано. Я обязательно картинку вставлю, покажу. Это просто супер-пупер. Ну, я вот люблю шортиками, мне очень комфортно. Итак, топ у нас выполнен из искусственного шёлка с кружевом. Посмотрите, какое красивое кружево. Могу сказать, что оно довольно-таки плотное, не мягкое, да, не так, что оно вот таким образом потеряет форму. Видите, обратно хочет встать. И смотрите, как я уже сказала, пройма выполнена таким образом. Простите за шум, соседи делают ремонт. Я надеюсь, вам это не сильно слышно. Пройма выполнена таким образом. Как я уже сказала, не будет видно никаких складочек. Также топ не короткий. Он прикрывает паховую зону, за счёт чего всё у нас там красиво и цивильно. У меня мама иногда так говорит, цивильно выглядит. И смотрите, на спине они сделали вот таким образом резиночку. Допустим, у нас с вами один одинаковый объём груди, но спинка может быть разного объёма. Да, может у кого-то побольше объём, поменьше. И для того, чтобы нам было комфортно, здесь существует резиночка. Да, кому-то пошире она будет, кому-то поуже. Это, кстати, у меня размер М-ка. И у них размер идёт не такой, как общепринятый российский, да, стандартный. У них своя размерная сетка. Обязательно на это смотрите. И ещё обратите внимание, как пришиты лямочки. То есть не как обычно сюда ровненько, а ближе к середине спины. За счёт чего лямочки не будут спадать. И всё будет хорошо. Вы будете чувствовать себя комфортно. А шортики, они вообще такие красивые. Выполнены они, девочки, из бархата искусственного. Невероятно приятная ткань. Также кружево по периметру. Что мне сразу же нравится, то, что здесь широкая резинка. И обратите внимание, она прострочена посередине. То есть это не будет там закручиваться. У меня много одежды с широкой резинкой. Я её очень люблю. Это круто. Но она вот так вот переворачивается. И потом выровнять её очень-очень сложно. А тут всё прошили и будет здорово. Смотрите, здесь высокая посадка. Вы видите, за счёт чего будет скрыт животик. Не будут вываливаться бока. Они у нас вот здесь всё красивенько будет сидеть. И смотрите, задняя часть удлинена. За счёт чего будут опять-таки скрыты складочки под попой. И целлюлит они будут видны. Всё будет очень красиво и достойно. Как я вам уже успела сказать, у меня размер М. Давайте напомню ещё раз свои параметры. У меня 113, 103, 113. Рост 1,67 м. И по составу. Смотрите, основная ткань 97% полиэстер. 3% эластан, кружево 100%. Стираем, видим, как есть информация. Шьём с любовью и уважением к женскому телу. Сделано в России. Это очень приятно. Вот эти всякие мелочи, то, что они пишут. Это очень-очень здорово. Спасибо. Девочки, я такая довольная. Мне так нравится эта пижама. Я смотрю на себя в зеркало и чувствую себя уверенно, потому что всё скрыто. Всё не показано, не нужно. И она так реально классно смотрится. Мне уже хочется какие-то бьюти-процедуры сделать. Какую-нибудь масочку на лицо, ещё что-то сделать. Я реально осталась очень-очень довольна. И огромное спасибо бренду Манелия за то, что они разработали такие классные лекала для нас, девчонок плюс А, чтобы мы тоже выглядели красивыми и уверенными в себе. А ещё я, кстати, у них в Инстаграм читала, что у них есть шоурум-партнёры. По-моему, в Сочи есть. Мне нужно узнать адрес. И очень хотелось бы померить ещё какие-то модели. Вот костюмчиком их я неравнодушна. Также, если я не ошибаюсь, есть в Ростове, в Питере, в Нижневартовске, в Сочи. Ну, это то, что я запомнила. А вы, если хотите что-то поподробнее узнать, я, конечно же, оставлю для вас ссылку на их магазин Инстаграм, чтобы, может быть, вы захотите ознакомиться с их ассортиментом, заказать себе такую классную пижамку. И я для вас обязательно оставлю промо-код на скидку 10%, чтобы ваш шопинг был ещё выгоднее, ну, потому что они очень-очень классные. А ещё недавно мы с женой моего брата, с Алиночкой, ездили на огурские водопады. Ну, вот после этого я немножечко приболела, поэтому вам ещё не показывала. Но в своём Инстаграм я выкладывала несколько фоточек. И сейчас я хочу вставить эту часть, потому что там очень красиво. Если вы приезжаете к нам в Сочи и хотите посетить какие-то места, то мне кажется, огурские водопады могут стать одним из пунктиков, да, ваших мероприятий, потому что там реально очень красиво. Это просто воссоединение с природой. Птички поют, совершенно другой воздух. Водопад очень красивый. Люди там уже купаются. Но, на мой взгляд, ещё, конечно же, холодно, потому что и морская вода тоже довольно-таки холодная. Вот у нас, допустим, на пляже крайне мало кто купается. Рановато. Но мы мочили ножки, мы слышали пение птиц. Мне безумно понравились камни, скалы, да, как они вот выполнены. Видно, что в течение времени это всё вытачивало, либо вода. Вот я единственное не помню, когда, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, прям вот все писали о том, что огурские водопады пересохли. Это действительно так было. Многие очень расстроились. Но сейчас водичка пришла. И это так красиво, девочки. Я вам поснимала всё. Приятного просмотра. Надеюсь, вам понравится. Мы получили с Алиной просто колоссальное удовольствие. И когда мы приехали домой, знаете, была такая приятная усталость. И мы обязательно ещё раз туда вернёмся. У нас первая остановка. И это памятник Высоцкому. Он стоит вот здесь, по дороге на огурские водопады. А там уже идёт дорога на Ахун. Сейчас покажу вам водичку. А вот, она уже голубенькая. Она уже с огурских водопадов. Страшно, конечно, не скатиться бы. Вот видите, какая она симпатичная, красивая. Я сразу же вспомнила походы наши школьные. И мы в лесу. Так хорошо здесь. Слышите, как птички поют. Ну, просто красота. Девчонки, поехали дальше. И покажу вам огурские водопады. Самой очень-очень хочется посмотреть. Мы уже зашли. Идём по дороге. Кстати, вход сюда стоит 200 рублей. С человеком это и ребёнку, да, и взрослому. Да. И какая-то там книжка, буклетик 100 рублей ещё стоит. В общем, по цене нормально, потому что я смотрю в инстаграм. Цены бешеные. На всё в Сочи. Вот сейчас дойдём и я вам покажу, наконец-таки, водопады. Мы, кажется, приближаемся. Здесь уже, кстати, становятся гораздо свежее. А там уже, по-моему, голубенькая водичка. Смотрите, какие красивые камни, да. Такая нетронутая природа. Понятное дело, что это стачивалось водой. И вот мы сейчас. Ой, Налинка пошла. Не пройти. Не пройти. Нормальная. Девчоночки, мы пришли. Водичка прохладная. Я тут мочу ножки. Всё так хорошо. После долгого пути идти, наверное, сюда полчасика. И вот такая красота. Обычно эти водопады вроде как здесь такая, знаете, лазурная голубая вода. Но сегодня она зелёненькая. Ну, классно. Водичка прохладная. Водичка прохладная. И вот такой речи. Водичка прохладная. Знаете, по-подсоб и смотришь. Там парня. Водичка прохладная. И все. Что-то savings. Где глаз? Я не вижу глаза. Посмотрите, какие красивые камни. Представляете, это все сделала природа, да? Вот то, что они вот такие вот ступенечками. Ну, блин, просто вот когда начинаешь в этого все вникать, вдумываться. Природа, это, конечно, такая сила, такая мощь. И при этом она такая прекрасная. Девочки, какой же это непередаваемый кайф. Я наедине с природой, и здесь так свежо, так хорошо. Эти запахи. Я, конечно, вся взмыленная, вся мокрая. Меня можно выжимать, у меня уже от прически ничего не осталось. Но все равно это того стоило. Это очень-очень круто. Девочки, обязательно, если любите какие-нибудь походы, природу, и вы у нас в Сочи, загляните на огурские водопады. Просто даже помочить ножки, это такое удовольствие, это такой кайф. Люди купаются с удовольствием. Мы, конечно, не взяли купальники, вода холодная. Мы ноги мочили, но все равно это прекрасно. Мы, конечно, не взяли купальники, вода холодная. Мы, конечно, не взяли купальники, вода холодная. КОНЕЦ